Ансамблю «Читинская слобода» 10 лет. Хотя на самом деле им намного больше. Вместе они поют уже более четверти века. Отправной точкой для них стал Театр Песни и Танца «Забайкалье». Но в 2014 году хоровая группа из шести человек приняла решение о создании своего уникального коллектива, которым основой для творчества стали фольклорные, народные и казачьи песни. Сегодня выступление «Читинской слободы» в сердцах многих забайкальцев. Теперь ансамбль стал уже визитной карточкой края. «Читинская слобода» – желанный гость на важных событиях и фестивалях в масштабах региона и страны. Фольклорный ансамбль «Читинская слобода» – это наша гордость, это наш бренд Читинского района. Мы их поздравляем с юбилеем, желаем всего самого наилучшего, новых творческих успехов. Мы их ценим, мы их любим. Первый юбилей, когда он такой еще маленький, это еще более волнительно, переживательно. Мы, конечно, сегодня радуемся вместе с ансамблем, нашим фольклорным «Читинская слобода», и хотим услышать их песни новые, старые, посмотреть на них. Ансамбль знают не только в районе, в крае, но и за пределами далеко. Они гастролируют у нас и по стране, и на СВО бывали неоднократно. Так что они свое предназначение практически выполняют полностью, за что им желаем еще дальнейших творческих успехов в работе. Самое главное – здоровья, процветания. Еще задолго до начала концерта фаи драмтеатра было оживленно. Кто-то репетировал свое выступление, адресованное юбиляром. Кому-то важно было приобрести диски с лучшими песнями и видеоклипами «Читинской слободы». Люди шли на концерт с хорошим настроением и с подарками. Те песни, которые они поют, они уже вошли в народ и все любят. Их вообще в нашем… Они прославили наши Забайкалья. А ну-ка напойте какую-нибудь, одну хотя бы. Вот хотя бы Авдеев, которую поет. Под окном высоким, под окном широким, вишня белоснежная цветет. Мимо этой вишни, прямо в эту хату, парень бравый свататься идет. Поклонники Читинской слободы были едины в одном. Каждое выступление ансамбля удивляет и завораживает. Причем даже те, кто раньше просто не воспринимал народное творчество. А почему любят? Почему обожают? Потому что мы сохраняем традицию, мы стараемся петь, вот как пели наши предки. Сохранить вот традиционную культуру, как она была. Точно так же. И наше большое желание, огромное желание, чтобы пели все. Чтобы не было слушателей и артистов. Чтобы не было этой границы между нами. А чтобы мы все знали тексты, все пели. Вот это будет, вот это то, к чему мы стремимся. Все просто. Секрет в любви. Любви к людям. Любви к предкам, к своим. Любви к своей родине. Если честно сказать, непочатый край работы. Вот мы прикоснулись к какой-то толике, к самой маленькой. Нам помогли старшие товарищи, которые поймали вот эту вот основу. Да, вот живых видели людей, носителей, да, того, чем мы занимаемся. Вот той культурой. Ну, это копать и копать, можно сказать. И петь, и петь, и не перепеть ничего. На юбилейный концерт Читинской Слободы приехали их давние друзья и коллеги. Московский ансамбль «Казачий круг». Один из самых лучших коллективов в стране. Тех, кто поет настоящий, настоящий русский фольклор. В том числе и забайкальские песни, которые мы тоже очень любим. Но так петь не можем, как они. Жизнь Читинской Слободы напряженная и насыщенная. Репетиции, гастрольные поездки по стране. Часто коллектив выезжает с благотворительными концертами в зону спецоперации. За что со сцены их поблагодарила Ирина Левкович, министр культуры забайкальского края. Я считаю, что наша задача защищать наши ценности, нашу родину и нашу страну на культурном фронте, на цивилизованном фронте. Вы бойцы, бойцы большого культурного фронта нашей страны. Спасибо вам большое за эту работу. Митрополит Дмитрий поздравил ансамбль «Читинская Слобода» с юбилеем и благословил их на дальнейшее творчество. Я знаю, что вы люди верующие, не стесняетесь это. И нас это тоже радует. Храни вас Господь, пресвящая Богородица, и все святые имена, которых вы носите, дети, которые у вас рождаются, внуки и прочее, прочее, прочее. Многое вам и благая лета. Впереди у коллектива длинный путь творческих поисков, новых песен, новых фестивалей, новых гастролей. Одним словом, все еще впереди. Галина Миртова, Сергей Миртов, РТК «Забайкалье». АПЛОДИСМЕНТЫ